приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы уже год мы пользуемся этой мясорубкой и практически каждое видео в котором она появляется народ спрашивает а что за мясорубка я постоянно отправляю ссылки рассказываю в общем решил сделать обзор ну и заодно похвастаться результатом головалой работы мясорубка китайского производства gastro mix g12 стоит она в районе 200 долларов на сегодняшний день в украине можно найти очень много продавцов используя торговую площадку prom.ua я так подозреваю что в российской федерации вы в описании найдете ее характеристику я оставлю ссылку на один из украинских интернет-магазинов выбранные произвольно не тот в котором я покупал просто выберу с самой низкой ценой чтобы можно было купить по самой низкой цене и также чтобы жителям российской федерации белоруссии можно было точно скопировать модель и найти ее у себя так сказать у себя в стране для того чтобы купить если кто-то хочет купить и так мясорубка китайского производителя gastro mix ng 12 стоимостью 200 долларов с пробегом один год мощность электродвигателя этой мясорубке 750 ватт но двигатель редукторный причем китайцы сюда впилили какой-то редуктор тут и шла вот такая вот красненькая крышечка и было гаечка в этот редуктор залито трансмиссионное масло чтобы вы понимали то есть редуктор мощный но и четкое понимание того что редуктор не пластмассовый то есть сама вот эта вот хрень весит 12 килограмм и вот этот вот механизм не знаю точно как он называется весит 4 килограмма то есть все достаточно такое тяжелое я хочу разобрать и показать после года интенсивного использования что износа практически ни на шнеке ни на корпусе шнека нету вот сам шнек эти детали и это и это выполнены из чугуна и покрытых ром то есть там где хромированное покрытие стирается соответственно они начинают ржаветь поэтому требуют ну и вот эта вот деталь тоже чугунная покрытая хромом поэтому все детали требуют того чтобы их вымывали и протирали насухо после использования в комплекте что и шло в комплекте значит комплект и шла сама мясорубка два ножа и две решетки 4 и 6 миллиметров пользуемся этими решетками уже год какой-то заточки пользуемся очень интенсивно какой-то заточки они не потребовали также а тем нож у нас совершенно larger 1 пользуемся год одним мы пользуемся год первым 2 совершенно новый то есть тоже он показать точки не требовал пользуемся очень интенсивно давайте еще раз соберу этот механизм собирается разбирается достаточно просто На винт закручивается эта штука, вставляется шнек, вставляется, давайте по решеткам еще поговорим, значит 4 и 6 мм были в комплекте, мы дополнительно докупили решетки 3 мм и 20 мм, каждая из таких решеток в Украине стоит около 30 евро. На самом деле на том же сайте пром.юа для этой мясорубки огромное количество решеток с разным размером отверстий. Я хочу вам продемонстрировать работу мясорубки с самой мелкой решеткой и самой крупной, ну наверное и с одной из средних. Не забывайте, когда запускаете мясорубку, сделать оборот и подкрутить немножко вот этот вот винт. Кстати, производительность у данной мясорубки заявленная производителем от 120 до 150 кг мяса в час. Объясню, почему есть такой, так сказать, промежуток, потому что все зависит от решетки. С 3 мм решеткой, конечно же, производительность будет намного меньше, чем с 20 мм решеткой. Итак, в первую очередь давайте посмотрим, как работает 3 мм решетка. Как видите, никаких совершенно усилий. Парш получается очень тоненький. Практически, если, допустим, для кутирования, для приготовления вареных колбас, сарделек, то кутеру тут уже работы остается очень-очень мало. Заменю решетку на 6 мм. Еще раз, показываю просто, чтобы вы могли себе составить представление, насколько классно работает механизм, насколько он не боится. Ну, вообще, по-моему, для этого механизма перегрузок не существует. То есть, он реально очень, с таким запасом мощности сделан. Не так решетка с диаметром, кстати, слышите, работает совершенно бесшумно. Сейчас я это сальце перекручу. Решетка с диаметром отверстия 6 мм. Как видите, тут и давить не надо даже. Оно само по себе проходит. И давайте еще покажу, какой кайф 20-мм решетка. 20-мм решетку хорошо использовать для рубленных колбас и для домашних колбас. Мы делали, вот на Пасху, по-моему, делали домашнюю колбасу на 20-мм решетке. Это просто кайф, друзья. Сейчас, посмотрите, мясо получается как резанное реально. Да, стоит она немало. Я, на самом деле, как вы поняли, уже не рекламирую мясорубку, а просто делюсь опытом ее использования. Посмотрите, какой класс. То есть, реально получается резанное мясо. Ну вот, дорогие друзья, такой вот агрегат. Как видите, мощности у нее хватает. Мясо она режет, как... Ну, конечно, с бытовой мясорубкой не сравнишь. Для чего она нужна? Ну, мы делаем много колбас, на самом деле. Тот, кто делает много колбас, либо же она очень хорошо подойдет, на мой взгляд, для кафе, для баров, для ресторанов, для небольших кухонь. Конечно, для больших производств эта мясорубка уже будет слабоватая. Но если вам надо в день переработать 20-30 килограмм мяса, то самое то. Ну, естественно, вы же понимаете, переработать даже 2-3 килограмма мяса на простой бытовой мясорубке, это, ну, предел и ее возможностей, и предел человеческих нервов. В любом случае, у меня на мясорубке от комбайна, меня больше, чем на 2-3 килограмма мяса не хватало. У меня начинали нервы сдавать. Этой штукой я доволен, как я уже сказал, работает год. Вот такая вот. Кстати, есть точно такая же модель, на 100 долларов дороже, тоже китайского производителя, Good Food называется. Отличается только тем, что корпус здесь, кстати, алюминиевый. Так вот здесь этот алюминиевый корпус, он покрашен, а в Good Food он полированный. Все остальное точно такое же, абсолютно один к одному. Все, вот этот вот узел, корпус точно такой же по размерам, поэтому, смотрите, если смысл покупать Good Food, и то, и то Китай, начинка, я уверен, одинаковая, просто Good Food более разрекламированная. Ну, это мое имхо, мое личное мнение. На самом деле, Good Food он не пользовался, у нас кутер Good Food, тоже, пока полет нормальный, но обзор его я уже делал. Вот такая вот штука. Поэтому, надеюсь, что видео было вам полезным. В следующий раз, когда будете спрашивать, что за мясорубка, я буду оставлять ссылку на это видео, и вы уже будете смотреть, разбираться и четко понимать, что за мясорубка. Подписывайтесь, дорогие друзья, на канал, ставьте лайки, ставьте там пальцы вверх, пальцы вниз, комментируйте, задавайте вопросы. А мы с Ларисой делаем для вас колбасу вкусную. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok